Всем привет! Приглашаю вас прогуляться по FixPrice, посмотреть на новиночки, ведь среди них есть не только нужные и полезные, но и просто необходимые. Давайте же начнем! Женские кошельки, производство Китай, состав ПУ, полиэстер, нейлон, сталь. Кошелек представляет из себя некую такую книжицу с массой отделений для карт, для каких-то записок, для мелочи. Сделан он из довольно плотного кожзаменителя и отделение, которое предназначено для мелочи, оно застегивается на молнию. Стоит такой кошелек 199 рублей, продается в трех расцветках, пыльная роза, бирюза и коричневый. Застегивается на магнитную кнопку. Классный кошелек, мне понравился. Его вполне можно использовать не только как кошелек, но и такой мультиорганайзер для сумочки, чтобы не валялось все по непонятным кармашкам. Весьма необычные половники с сеткой, состав нейлон, пропилен, нержавеющая сталь. Произведены половники в Китае, представлены в продаже в двух вариантах, с голубой ручкой и с сиреневой. Чашка половника черного цвета, имеет вот такую решеточку, предназначенную, видимо, для сцеживания лишней жидкости. Стоит такой половник шумовка 55 рублей. Аккуратненькие небольшие пиалы, объемом 330 миллилитров от У Китчен, состав фаянс. Пиалы продаются в белом цвете, выглядят мега мило, сделаны очень аккуратно, можно использовать и как салатник, и как соусник. Так что присмотритесь. Форма для выпечки от У Китчен, произведена в Китае, состав углеродистая сталь. Форма имеет 6 ячеек, в которых можно выпекать маффины, пирожные или небольшие кексы. В продаже три варианта форм, есть в виде ракушки, в виде цветочка и просто ребристая форма, в которой я, как ни пыталась, не смогла ничего увидеть необычного. Удобство формы в том, что за один раз выпекается несколько мелких кексов. Терка от У Китчен из упрочненного фарфора длиной 20 сантиметров. Терка имеет острые прочные зубцы, которые подходят для быстрого измельчения разнообразных фруктов и овощей, таких как яблоко, морковка и редька. А также подойдет для имбиря, мускатного ореха и чеснока. Произведена терка в Китае, состав упрочненный фарфор. Островка небольшая, имеет форму лодочки. Посередине находится выступ непосредственно с зубцами, на которых и натирается продукт. Натертый продукт останется вокруг этого островка. Игрушки для песочницы от Sport & Fun предназначены для детей старше 3 лет. Машинки для песочницы. Стоят 249 рублей. Произведены машинки в Китае, состав полипропилен, сталь. Выглядят машинки классно. Большие колеса, качественный пластик, яркие сочные расцветки. И машины в ассортименте есть разнообразные. Есть и бульдозеры, и катки, и экскаваторы, и самосвалы. И при желании можно сделать целый гараж из этих машин. Яркие, красочные детские игрушки, каталки на палочке от Sport & Fun. Внутри игрушки находится колокольчик, который будет позвякивать при движении игрушки по асфальту или по полу. В продаже очень милые уточки, динозаврики, рыбки Немо. Каталки качественно сделаны, выглядят просто классно. Произведены они в Китае. В комплекте идет палочка длиной сантиметров, которую, видимо, будут выдавать на кассе. Подставка для губки на кран стоимостью 55 рублей. Сделана она из силикона. Производитель Китай. В продаже есть различные цвета. Подставки яркие, симпатичные, мягкие. Удобно цеплять их за кран. Для этого на подставке есть специальный ремешок, как на часах. Ящик для хранения Фанбокс. Производитель Россия. Состав полипропилен. Предназначен для использования в быту. Там ящик полупрозрачный. Крышка зеленого цвета, которая защелкивается двумя так называемыми ручками по бокам. Имеется ручка для переноски, которая мне не очень понравилась. Она очень сильно пружинит. Может быть, это и хорошо, что она такая тугая, не будет мешать ставить другой ящик сверху. Но мне это не понравилось. Свитшоты мужские. Производитель Узбекистан. Расцветки есть различные в магазине. Есть темно-синие, серые, светло-серые. Коричневые даже есть. Так что, если вам нужны свитшоты, зайдите в фикс прайс. Посмотрите. Стоят они там недорого. 199 рублей. Горловина украшена отстрочкой, которая контрастирует с основным цветом изделия. Если изделие темное, то отстрочка светлая. Рукав свитшотов на резинке. Низ обычная подрубка. Написано на этикетке, что это стопроцентный хлопок. Но я бы с этим поспорила. Потому что свитшоты, хоть и одинакового кроя фасона и модели, но они все разные по качеству. Вот этот светло-серый, это действительно стопроцентный хлопок. А тот, который я вам показывала до темно-синий, он по-моему стопроцентный полиэстер. Это видно невооруженным глазом. И даже на честах другого совершенно качества. Такое бывает только на синтетических тканях. Так что обращайте на это внимание. Мужские брюки. Называются не верьте глазам своим. Написано на них бомбер мужской. Но это мужские брюки. Спортивные. Свободного кроя. Пояс фиксируется на шнурок. Есть карманы. Состав стопроцентный полиэстер. Производитель Узбекистан. Брюки продаются только в черном цвете. Сшиты вроде бы нормально. Видимо просто перепутали бирку. Размерный ряд с 48 по 56. А вот на этих уже правильная этикетка. Брюки мужские. Бомбер женский. Размеры с 40 по 48. Рукава на резиночке. Застежка на молнию. Бомбер сделан из стопроцентного полиэстера. Он очень тоненький. Полупрозрачный. В целом сшит неплохо. Произведен в Узбекистане. Вот сейчас вы можете видеть. Как просвечивается ткань. И как-то не очень бережно к ней относятся. К одежде в фиксе. Все в пятнах. Брюки стопроцентного полиэстера. Произведенные в Узбекистане. Размеры с 40 по 48. Брюки бордового цвета. Низ на резиночке. Верх на широкой резинке. Есть карманы. И фиксирующий шнурок. Брюки сшиты достаточно аккуратно. К пошиву претензий нет. Но вы сами только что видели пятна на брюках. И неизвестно. То ли это брюки припачкали. То ли это ткань в рулоне такая была. Бывает такое. Поэтому выбирая. Обращайте на это внимание. В целом брюки синтетика. Полупрозрачные. А вы покупаете одежду фикс прайс? Пишите в комментарии. Мочалка для тела от Тиамо Ориджинал. Называется шар. Изготовлена в Санкт-Петербурге. Состав нейлон. Мочалка абсолютно в тему своему названию. Имеет форму шара. Состоит из двух цветов. Серого и бежевого. Хорошо взбивают пену. Листы для заметок с клейким краем. В наборе 180 листов. Сделаны они в форме пазлов. Состав бумага клей полипропилен. Точные неоновые расцветки этих пазлов. Помогут вам не забыть о каких-то делах. Которые вы наметили. Или событиях. На липкий край не оставляющий следов. Прикрепите этот листок в любом месте. Органайзер для мелочей. Большой твин. С разделителями. Размер 360 на 275 на 50 миллиметров. Произведен он в России. Расцветка одна. Черная с белым. Разделители оранжевого цвета. Легко вставляются. Легко вынимаются. При этом при закрывании крышки. Они полностью закрывают щель. Между дном. И крышкой. И содержимое ячеек. У вас не будет перемешиваться между собой. Вполне себе удобный. Симпатичный. Качественно сделанный органайзер. Крышка закрывается на две защелки. Имеется ручка для переноски. Чехол для одежды от Home Time. Размер 60 на 80 сантиметров. Плотный белый. Застежка на молнию. Макеты защищают вашу одежду от пыли в неиспользуемый сезон. В FixPrice всегда большой выбор шляп, кепок, панамок стоимости от 99 до 299 рублей. Множество детских, женских и мужских моделей. Наборы магнитных закладок в наполе 4 штуки в новых дизайнах. Производитель Китай. Состав поливинилхлорид магнит. Закладки удобны тем, что они не потеряются и не портят страницу. Разделочные доски от Архимед. Размером 27 на 19 сантиметров. Называются Минерал. Сделаны они из пластмассы. Произведены в России. Имеют очень симпатичные расцветки. И весьма удобный размер. Ни большая, ни маленькая. Имеется отверстие для того, чтобы можно было подвесить эту доску. Поверхность доски с обоих сторон матовая. Если кто-то брал из вас уже эти доски и пользовался ими, пишите, как они реагируют на нож. Сильно царапаются или не очень. Мне очень понравились голубые расцветки. И бирюзовый. А какие понравились вам? Стоят эти доски, кстати, по 99 рублей. Еще одну нашла. Очень симпатичная расцветка. Персиково-розовый такой цвет. Классный вообще.